В Канинской тундре тем временем заработал свой кочевой детский сад. Необычный экспресс-курс по подготовке к школе юные кочевники будут проходить целый месяц, а главное без отрыва от родителей. За это время воспитанников обучат начальным навыкам письма, счету и грамоте. Ребятам предстоит работать не только с прописями, но и с планшетами. Их специально для проекта закупили нефтяники. Об особенностях кочевого детского сада расскажет Алина Ваучийская. Поймай оленя в Канинской тундре – любимая детская игра. Маленькие кочевники ловко закидывают на своих сверстников тензей. Так в этих краях называется веревка. Здесь нет победителей и проигравших. Таким образом малыши приобретают необходимые для оленевода навыки для ловли рогатых животных. Этот борт здесь ждут каждый год. Виндокрылая машина – единственная возможность добраться в Канинскую тундру. На вертолете привозят медикаменты, продукты, посылки от родных и, конечно, подарки. Ведь в августе здесь отмечается главный праздник кочевников – День оленя. Спецрейсом сюда прилетел воспитатель кочевого детского сада. Андрей Латышев сам вырос в Канинской тундре и знает не понаслышке – дети кочевников нуждаются в особом внимании со стороны педагога. Заниматься с ребятами Андрей будет по специальной обучающей программе. Ее разработали сотрудники Нинецкого центра развития и образования. Мы накачали электронную азбуку. Дети там нажимают определенной кнопкой, у них выскакивают слова. Азбука им выдает слова. И также электронная математика. А вот сейчас нам привезли планшеты, ноутбуки. И для современных детей это, они же все равно более цивилизация развита. И тут тоже они должны как-то развиваться с современным миром. Я птичку найду! Я птичку найду! Малыши с интересом и восторгом разглядывают диковинную технику. И пусть не с первого раза, но детские пальчики все же осваивают планшетный компьютер. Удивительны для маленьких кочевников даже звуки домашних животных. Ведь в тундре они привыкли видеть только олени и птиц. Лошадь. Корова. Кочевой детский сад для юных жителей тундры заработал еще в 2016-м. В этом году исполнить мечту маленьких тундровиков и вновь открыть мобильное образовательное учреждение удалось совместными усилиями региональной администрации, компанию «Зарубежневь добыча Харьяга» и партнерами по Харьягинскому СРП. В первую очередь, как мы, так и администрация, стараемся уделить внимание тем направлениям, которые непосредственно связаны с развитием населения региона. Ну и получается, что начинается все с детей, с образования детей. И вот один из проектов, который мы решили поддержать, это кочевой детский сад. Он интересен в первую очередь, потому что это возможность уравнять, так скажем, образовательные возможности для всех жителей региона, в том числе для детей, которые находятся сейчас в тундре. Помимо электронной техники, малышам привезли инвентарь для развития мелкой моторики. Конструкторы лего, альбомы, краски, карандаши и пластилин. И пока дети заняты творчеством, их родители могут спокойно заниматься хозяйством. Чум работница Алена Ванюта, к чему мы детскому саду очень рада. Говорит, теперь ее сыну первый класс точно не страшен. Дети-то и в самом деле не подготовленные в школу идут, а самые инвентарные цвета хотя бы они разбирают. У меня он ребенку три года, он теперь знает, какие цвета у них есть. А так мы, например, когда маленькие были, нас этому не учили. Специальный экспресс-курс по подготовке к школе маленькие кочевники будут проходить целый месяц. За это время их обучат начальным навыкам письма, счету и грамоте. Но ограничивать свободное время малышей будут в пределах разумного. Ведь тундровые дети не привыкли к жестким рамкам. Они также будут резвиться на солнышке и играть в свою любимую игру. Поймай оленя. Алина Ваучейская, Алексей Нестеров, телеканал «Север», Канинская тундра, Ненецкий автономный округ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова